Здравствуйте, друзья! Друзья, с вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа и я ее ведущий Александр Глушенко. Друзья, третий день в стране бушует во всех средствах массовой информации, в социальных сетях бушует сексуальный скандал. И наши зрители не остаются в стороне от этого серьезного, не праздновал, скажем так, вопроса. Друзья, ввожу в ситуацию. Сразу в отношении нескольких достаточно известных журналистов, общественных деятелей, появилась информация о том, что они в свое время, сотрудничая со средствами массовой информации, и, оставаясь многие из них в составе средств массовой информации по нынешний день, занимались различного рода сексуальными домогательствами, склонением окружающих их женщин и девушек к сексу, и таким образом наносили этим девушкам и женщинам соответствующий моральный ущерб или вред. Естественно, что информация, выложенная в социальные сети, а я сейчас назову этих людей. Смотрите, это Руслан Гафаров, он работал в «Открытой России» в качестве корреспондента, ныне работает руководителем одного из отделов Сбербанка. Сергей Миненко, работал в журнале «Мэнс Хэлф», ныне тоже работает в Сбербанке по линии IT. Шеф-редактор МБХ Медиа Простаков, фоторедактор МБХ Медиа Золотов и известный журналист «Дождя» Павел Лобков. Пожалуй, самый известный, он в свое время работал на многих центральных каналах. Вот в отношении всех их поступила информация о сексуальных домогательствах. Дело в том, что изложена она достаточно бездоказательно. Вот, ну, скажем так, все на голом честном слове тех девушек. Ну, кстати, в отношении Лобкова написал это не девушка, а написал юноша. Вот, молодой человек. Я не увлекался никогда выяснением биосексуальной ориентации, не занимался, вернее, никогда этим делом. Ну, возможно, такое тоже в этой жизни бывает. Вот, среди людей одаренных. Поэтому возникает у наших зрителей вопрос. Вот я сейчас дал фактуру, да, вот буквально пять человек обвинены в сексуальных домогательствах. Информация выложена в социальные сети. Уже принимаются меры. По крайней мере, вот то, что касается МБХ-медиа, то шеф-редактор Простаков и фоторедактор Золотов вынуждены были с работы уволиться и уйти из МБХ-медиа. Вот. Напомню, что МБХ-медиа – это оппозиционный ресурс, который принадлежит Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Кроме того, Руслан Гафаров тоже раньше работал в «Открытой России». Это, ну, не что иное, как составная часть МБХ-медиа. Вот. Павел Лобков работает на… Он не собирается увольняться на данный момент. Пока. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко, как его непосредственно руководитель, сказал, что этому случаю будет дана… Да, сам Лобков, кстати, извинился и эти действия свои подтвердил. «Дзитко» сказал, что мы совершенно открытое издание и обсуждать данную проблему и позиции сторон будем непосредственно в эфире и прямо вынесем весь ссор из избы. То есть чисто такая нормальная, порядочная журналистская позиция. Кто здесь прав, кто виноват? Вадим С. И еще там, и он просто самый длинный вопрос написал, я его подсократил, и еще порядка шести зрителей написали. Получается, что теперь абсолютно бездоказательно можно обвинить любого человека в харассменте и поломать ему судьбу. Я, вот вы понимаете, здесь двойственная позиция. Я заранее, сразу, вот сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Я вас прошу, вот напишите, может быть, это еще станет… Раз, это мода, это модное явление. Все-таки дошло наконец-то до России, пришло в Россию. Ну, а пришло оно, мы знаем, из Европы, из Америки, где это стало вообще абсолютной нормой за последние годы. Достаточно вам напомнить историю знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна, который лишился и работы, и карьеры, и крупных денежных сумм из-за того, что его обвинили в харассменте, в домогательствах сексуальных, которые он совершал аж 25 лет назад. И ему пришлось в этом сознаться, и пришлось понести соответствующее наказание, ответственность и даже, скажем так, абструкцию со стороны его коллег и со стороны зрителей, хотя личность достаточно известная, достаточно колоритная была в киномире. Вот напишите ваше мнение в любом случае, и мы к этой теме тогда вернемся, либо вот здесь вот в нашей ежедневной передаче, либо в «Беседах за жизнь». Я специально эту тему буду разрабатывать, потому что мне очень интересно, что думает основная масса. Я изложу только свои, свою точку зрения. Нужно, во-первых, разбираться в доказательствах, потому что подставить, в принципе, любого человека, а вы смотрите, какая интересная тенденция здесь. Большинство журналистов, которые подставлены, большинство журналистов, которые обвиняются в этом самом харассменте, вот этой группой девушек в социальных сетях, они тоже журналистки, которые с ними были хорошо знакомы. Они все работают в так называемых демократических, или работали в демократических, либеральных СМИ. Мы понимаем, что такое СМИ Михаила Борисовича Ходорковского, что такое телеканал «Дождь». Я вот, например, с чисто такой конспирологической точки зрения не могу исключать, что это наезд на демократические и либеральные средства массовой информации. В очередной раз показать, какие они все сволочи. То есть, это перекликается, допустим, с историей с Михаилом Ефремовым. Посмотрите, вот он вам, либерал, так называемый, и оппозиционер, что творит. Это перекликается с историей с журналистом Сафроновым, который сейчас находится под статьей в следственном изоляторе, под статьей о государственной измене. Вот вам показатель, кто вы такие либералы, кто вы такие либеральные и демократические оппозиционные журналисты. Напомню, раньше Сафронов до того, как уйдет в Роскосмос, Карагозин работал в коммерсанте и писал достаточно острые статьи тогда еще, когда считался журналистом. И вот здесь возникает конспирологическая версия. А действительно, ведь можно любого неугодного журналиста, любого неугодного блогера обвинить в этом самом харассменте, в сексуальных домогательствах и абсолютно бездоказательно подставить любого человека. Они почему-то бороться за свое честное имя, скажем так, не стали. Не стали. Они сдались, они ушли из журналистской профессии. Двое его из вот этих вот пятерых человек. Ну, Лобков сознался. Хотя, неизвестно, может быть, ему удобнее и выгоднее было сознаться, потому что, может быть, был поставлен в такие условия. Из своего личного опыта могу сказать, он несколько курьезный. Я был не участником или организатором харассмента. Я стал жертвой харассмента. Дело в том, что мне довелось некоторое время, достаточно небольшое время, уже после выхода в отставку, запас, поработать в одной организации, где руководителем достаточно сильным и волевым была женщина. Примерно моих лет. Мне тогда было там, ну, где-то примерно 45-46. Вот. И я стал объектом харассмента со стороны этого руководителя. Да. Мне пришлось, естественно, с этой работой распрощаться. Но тогда не было моды поднимать какого-то рода шум медийный или еще что-то. Я просто попрощался с ней. Потому что она меня, как женщина, не привлекала. Мне это было неинтересно. У меня стояли совершенно другие личные планы. Ну, а так-то сама ситуация складывалась вокруг меня. То есть, меня понуждали, вынуждали, ставили передо мной условия, что я должен в таком, каким-то образом оказывать ей постоянное внимание и быть с нею, ну, вступать в половую близость. У меня свой опыт, поэтому я тоже вот вам рассказал. Вы давайте комментируйте. Мне интересно эту тему обсудить, обкрутить со всех сторон. Потому что, еще раз говорю, единого подхода, единого мнения. Вот у меня у самого мнение раздваивается. Либо это беззащитная девочка, беззащитная женщина, которой грязно домокаются. Либо это провокация и интрига. Так что, пишите. Мы потом подытожим общий рейтинг ваших мнений. Кто за харассмент, кто против харассмента, кто за вот эту вот информацию, кто против этой информации. Всего вам доброго, друзья. Ждем, ждем сообщений. Субтитры создавал DimaTorzok